Рисуем вместе! Как только я закончила эту картину, у меня ее сразу же купили, потому что такие работы смотрятся очень эффектно, они очень красивые, привлекают сразу же внимание и нравятся практически всем. Но это еще не все самое интересное. Из этого видео вы узнаете, как можно рисовать красивые рельефные картины с минимальной затратой средств и материалов, используя самые простые подручные средства. Если вам уже интересно, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Продолжение следует... Начнем, как всегда, с построения композиции нашей будущей картины. У меня она здесь совершенно простая, поэтому я не буду предварительно делать никаких набросков. Для начала я схематически примерно обозначила расположение моих цветов, чтобы в дальнейшем прорисовать их уже более детально. Если же вы не совсем уверены в том, как лучше расположить ваши нарциссы, то можно сделать какие-нибудь наброски отдельно или, к примеру, коллаж из фотографий, чтобы выбрать наиболее выигрышный и гармоничный вариант. Это нарциссик у меня будет в профиле немножко, потому что оно и понятно, что нужно разнообразить, показать цветочки во всех их формах. Конечно, нарциссы — это одни из самых весенних цветочков. Такие они красивые, такие они воздушные. Это вообще что-то необыкновенное, очень красивые, нежные цветочки. Прям грех их не порисовать. Конкретно в этой работе, чем точнее будет рисунок, тем удобнее и быстрее нам будет работаться на следующих этапах. И чуть позже вы сами поймете, почему. Рисую я, используя фотореференс, так как живой натуры у меня, к сожалению, нет. Хотя в идеале было бы лучше рисовать, используя именно ее. Композиция у меня очень симметричная, поэтому я должна постоянно уравновешивать. То есть, когда я смотрю на мою картину, она должна быть симметрично уравновешена. Несмотря на то, что цветочки у меня все разные по форме и по перспективе, все равно она должна смотреться как что-то очень гармоничное, что-то очень уравновешенное. Что я подразумеваю уравновешивать и как уравновешивать? То есть, я слежу за тем, чтобы у меня было расстояние, скажем, от края, от края моего холста одинаковое в каких-то моментах. Например, это у меня центральный цветок. Я слежу, чтобы крайние цветочки тоже были, так скажем, одинакового размера. Не один прям совсем больше, а один меньше. То есть, чтобы все смотрелось гармонично, ничего никуда не выбивалось. Это все, конечно, зависит от задачи, от композиции, но у меня в целом композиция должна быть симметричная. Поэтому я за этим очень тщательно должна следить. Этот этап работы, можно сказать, фундаментальный. То есть, мы закладываем нашу композицию, наш рисунок, наш фундамент. Насколько хорошо вы сейчас все это проработаете, потратите немного больше времени, зато потом вам будет легче и все получится хорошо. И я всегда говорила и буду говорить, что прежде чем приступать к живописи, нужно очень внимательно изучить форму и строение рисуемых цветов, чтобы в итоге они были похожи сами на себя, если можно так выразиться. Рисую я простым карандашом, хотя это, конечно же, не совсем академический подход к работе маслом на холсте, но лично для меня это самый удобный вариант. Угольки я не люблю вообще, потому что от них, на мой взгляд, очень много грязи. Сразу маслом я не приступаю к работе в этом случае, потому что мы сначала будем делать специфический рельефный слой на поверхности, поэтому материалы, которые я использую, это простой карандаш и клячка. Когда мы делаем рисунок, всегда важно помнить, что любой предмет, даже самый сложный, состоит из простых геометрических фигур. Поэтому, если у вас что-то не получается, то попробуйте разложить ваши цветы на эти самые геометрические фигуры, и вам сразу станет все более понятно. Еще раз хочу заострить ваше внимание на том, что такой конкретный и точный рисунок в масляной живописи делается не всегда, а только в каких-то конкретных случаях. Например, когда вы рисуете натюрморты какие-то сложные, в которых очень много деталей, много предметов. В данной конкретной работе тоже этот рисунок нам очень сильно понадобится, потому что чем точнее у нас будет выполнен рисунок, тем точнее, красивее, детальнее мы выполним наш рельефный слой. Продолжение следует... Ну вот, наш рисунок готов, композиционная задача решена, поэтому можно смело приступать к следующей фазе, и это будет аппликация. Берем парочку старых ненужных кисточек, большую и поменьше, и разводим клей до сметанного замеса, чтобы он не был слишком густым. Если у вас нет старых кисточек, то купите самые дешевые, все равно вы их, скорее всего, выбросите после такой работы. Только смотрите, чтобы они не были слишком мягкими. Берем бумажную салфетку, ножницами лучше не пользоваться, чтобы избежать ровных краев, и начинаем наклеивать ее кусочки на холст. На фоне можно клеить по желанию, даже хаотично, это будет даже лучше. А вот на самих цветках очень важно делать аппликацию по форме лепестков, по форме листьев, как будто вы их моделируете. Представьте себе, что вы скульптор, и вам нужно вылепить нарциссы. Эту работу я советую делать с вечера, я всегда именно так и поступаю, чтобы за ночь клей хорошо просох. Но если у вас нет нежелания, невозможности ждать, и вы хотите сразу продолжить работу, то тогда можно воспользоваться феном. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Почему я покрываю фон желтым цветом А потому что он у меня будет красно-бордовым. И чтобы немножко зажечь его снизу, то есть придать ему яркости и теплоты, я использую такую цветную однородную имприматуру. Если вы не планируете потом в будущем делать какой-то багет, какую-то раму для вашей картины, то нужно обязательно обработать также края, чтобы картина смотрелась аккуратной, законченной. У меня такие холсты, что они заворачиваются еще туда за подрамник. Я специально покупаю такие холсты. Они очень удобные для современных сюжетов. То есть вы прокрашиваете также вот эти вот края, и картина сразу смотрится очень аккуратно, смотрится законченной. Ее можно также и наклеить потом на какой-то там, скажем, на какой-то современный вариант. рамы. А можно и оставить так. Потому что есть всякие тоже интересные рамы современные делают, когда наклеивают картину на какую-то плоскость. Это тоже очень красиво получается, поэтому лучше всегда обрабатывать края. Желтым цветом перекрываю также все зеленые части на моих цветах, степельки, листики, потому что это тоже поможет мне придать более теплый оттенок моим зеленым цветам, которые я буду использовать в последующей моей работе. Ну вот и все, я прокрыла желтым цветом мой холстик. Теперь буду рисовать свой фон, покрывать его красной краской, и предварительно покрою холст маслом, пройду слегка. У кого какой есть, кто использует льняное, я использую маковое, льняное масло я не очень люблю, но во всяком случае проходим маслом, потому что нам нужно, чтобы наша красочка ложилась легко, скользила по холсту, чтобы у нас не было никаких трудностей. Советую выбирать цвета фона, контрастные вашим цветам, то есть если у вас светлые цветы, то лучше делать какой-нибудь цветной или темный, ну или не совсем темный, но во всяком случае контрастный фон. Я выбираю в данном случае красно-бордовый цвет, так как на мой взгляд он выгодно будет подчеркивать хрупкость и нежность оттенков моих цветов. Никогда не нужно забывать, что у фона тоже есть своя светотень, своя глубина и своя пространственность. Обычно делаются темнее края холста, а центральная часть светлее. У меня, к примеру, свет падает фронтально, поэтому вся светотень распределяется симметрично и равномерно. Но так бывает не всегда, конечно же, все зависит от того, откуда падает свет. Между цветами фон тоже можно сделать немного темнее, чтобы еще более их выделить и придать глубины. Сразу скажу, что к фону мы еще вернемся в следующих сеансах. Я думаю, что сразу в следующем. Думаю, что будет один, ну максимум два сеанса. Посмотрим, как будут развиваться события. Мы вернемся, потому что добавим туда еще немного золота. Но золото мы можем добавить только после просыхания этого слоя. На этом я заканчиваю первую часть видео. Совсем не хочу утомлять вас бесконечно длинными туториалами. Все равно за один этап просто невозможно осилить более чем такой объем работы и информации. Так что жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующую часть этого видео. Желаю всем творческих успехов и до новых встреч!